Падение с пешеходного моста. Под арестом с гранатой украли лобовое стекло, задержали торговца метадоном. Далее в выпуске сводка коротких новостей. На улице Сергея Синенко в Днепровском районе Запорожья местная жительница, оступившись, упала на камни с пешеходного моста. Спасатели Кобры отнесли пострадавшую к машине скорой. У нее диагностировали перелом ребер, таза и многочисленные ушибы. Патрульный экипаж получил вызов, что по улице Юности ездит автомобиль, в котором находится оружие. Вас нашли, в салоне был водитель и двое пассажиров. У водителя заметили признаки наркотического опьянения. Пройти проверку тот отказался. В салоне обнаружили два предмета, похожих на гранаты и вещество белого цвета по виду наркотическое. Никто из автомобиля не смог объяснить, откуда эти предметы. По базам данных установили, что один из пассажиров находится под домашним арестом и нарушает административный надзор. Около 4 часов ночи на улице Академика Амосова патрульные обнаружили двух молодых людей, которые несли лобовое стекло от автомобиля. Информацию передали в радиоэфир и другой экипаж на улице Святого Николая обнаружил ВАЗ-2106, у которого отсутствовало лобовое стекло. По базам данных установили владельца автомобиля и сообщили ему о краже. В Бердянске на улице Шевченко заметили мужчину, который вел себя подозрительно. У гражданина обнаружили и изъяли 36 полиэтиленовых пакетов с метадоном. На квартире, которую арендовал житель Запорожья, обнаружили и изъяли 133 пакета с наркотиками и блокнот с адресами тайников, которых злоумышленник должен был сделать закладки. Ранее судимый гражданин, 1988 года рождения, год назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление против жизни и здоровья человека. Около половины четвертого ночи, взломав оконные ролеты, неизвестный проник в помещение магазина по улице Победы и похитил из кассового аппарата деньги. Магазин находился под охраной управления полиции охраны. Через пару минут правоохранители были на месте преступления и заблокировали возможные пути отхода. Когда вор пытался покинуть помещение, был задержан работниками полиции. Злоумышленник оказался жителем Михайловского района, 1987 года рождения, находящимся в розыске за совершение аналогичного уголовного преступления. В Мелитополе на озере Горячка утонул парень, 1991 года рождения. Труп со дна будут поднимать водолазы. Глубина озера в некоторых местах достигает 4 метров.